В Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Вначале сообщалось, что сдетонировал газовый баллон в столовой. Позже пришло подтверждение от Национального антитеррористического комитета. Сработало взрывное устройство. Кроме того, со слов очевидцев, по учебному заведению с ружьем ходил один из студентов 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков. Он стрелял в студентов. В результате взрыва и стрельбы, по последним данным, погибли 17 человек. Сам нападавший застрелился. Более 40 человек получили ранения. Уголовное дело, которое изначально было возбуждено по статье «Терроризм», переквалифицировано на более мягкое убийство двух и более лиц общеопасным способом. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Не исключено, что потребуется помощь нижегородских медиков. Федеральный ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета готов к приему раненых. Если возникнет потребность в телемедицинской консультации или в доставке пострадавших сюда, то, конечно, это будет сделано. Наши врачи сейчас находятся на контакте с федеральным центром. Если мы потребуемся, мы готовы. Можно сказать так. Федеральный ожоговый центр университетской клиники ПИМУ сейчас находится на связи с Министерством здравоохранения Российской Федерации. То есть, если возникнет потребность в любой помощи, здесь готовы ее оказать. Из-за трагедии в Крыму сотрудниками нижегородских учебных заведений будут проведены дополнительные инструктажи по попускному режиму. Все учреждения образования работают в штатном режиме. В рамках подготовки к учебному году были проведены все необходимые мероприятия, проверены контроль доступа, согласованы все регламенты, обеспечено присутствие специальных сотрудников в форме где-то вахтеров, где-то специализированных организаций. Но в рамках дополнительных мер будут проведены дополнительные инструктажи, может быть, где-то дополнительные занятия с персоналом, но в целом следует отметить, что в ходе приемки образовательных учреждений уровень обеспеченности безопасности был признан на должном уровне. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших. Страшно подумать, что чей-то злой умысел внезапно оборвал жизни совсем еще молодых людей, и ничего нельзя изменить. Глубоко скорбим вместе с крымчанами и просим передать искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память ставшим жертвами этого варварского преступления. Скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим, сказал Глеб Никитин. Для родственников пострадавших открыт телефон горячей линии. 8, код города 836-52, телефон 550905. В Республике Крым объявлен трехдневный траур. Продолжение следует...